Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». Члены Одесского общества рыбаков и охотников ловят рыбу на общих основаниях, так же, как и все остальные рыбаки-любители. С таким заголовком есть статья на официальной странице Одесского рыбаконного патруля. В этой статье говорится о том, что еще с 2016 года разорваны договорные отношения и отсутствуют любительские участки общества рыбаков и охотников. Поэтому членский билет этой организации, общества рыбаков и охотников, не имеет никакого приоритета на водоемах общего пользования. То есть, если раньше эти рыбаки, которые имели такой членский билет и платили членские взносы в размере 600 гривен, имели право ловить на 10 крючков и поймать 5 килограмм рыбы, в то время как другие кель-любители могли ловить только 3 килограмма рыбы на 5 крючков, то сейчас этого приоритета нет. Договора о закреплении участков водоемов за общественной организацией рыбаков и охотников разорваны. Поэтому членский билет этой организации на водоемах общего пользования не имеет никакого приоритета. Меня возбудила другая ситуация. То, что эта организация продолжает существовать уже пятый год, не имея договорных отношений с рыбоохранным патрулем. А многие рыбаки продолжают платить исправно деньги, думая о том, что за эти взносы кто-то осуществляет зарябление водоемов и выполняет другие задачи. Посмотрите, это официально выданный членский билет. Я специально закрасил здесь фамилию, имя и фотографию. Но оставил серию, номер билета, дату вступления в организацию и печать. Без карты вкладыша билет недействителен. Давайте посмотрим на этот вкладыш. Вот он, тоже с номером. 10 октября 2019 года 600 гривен было оплачено. Но кому и за что, непонятно. В уставе этой организации, который есть в интернете, четко написано, куда эти деньги должны идти и на какие цели и задачи. Вот здесь написано, на приумножение, сохранение, рациональное использование животного мира. И вообще здесь 24 задачи, которые должны выполняться. Я не буду их перечислять, но контроль за этим проводят соответствующие службы. Это тоже написано в уставе. При этом, если разорваны отношения, то контроля нет. Друзья, я не хочу считать чужие деньги, но если такой прецедент есть в Одессе, то наверняка, я не исключаю возможности, такие прецеденты есть и в других городах. Поэтому обращаюсь к рыбакам, которые состоят в этой организации рыбаков и охотников. Вы хоть проверяйте, куда идут ваши деньги. Спросите с ваших председателей местных, районных или городских, общественных организаций рыбаков и охотников. Узнайте, есть ли у них договорные отношения с местными рыбоохранными организациями или нет. Контролирует ли кто-либо, что там зарабляются водоемы, или каким-то образом участвуют в рыбоохранных мероприятиях эти организации. Поспрашивайте, узнайте. Или ваша организация точно такая же, как у нас в Одессе, только штампует документы и берет за это деньги. Далее интервью с Владимиром, инспектором Одесского рыбоохранного патруля об общественной организации рыбаков и охотников. Смотрите. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Тема сегодняшнего нашего видео – это общество рыбаков и охотников. Есть такая информация о том, что с Одесским рыбоохранным патрулем разорваны все договора с этим обществом рыбаков и охотников. И у рыбаков, которые раньше якобы ловили на участках любительского лова, раньше была у них там возможность ловить на 10 крючков и 5 килограмм рыбы, сейчас вроде как эта информация, мягко говоря, неправильная. И они не имеют права такого делать. Есть ли у вас такая информация и расскажите о ней более подробно. Ну, насколько я знаю, у нас с 2017 года Одесским рыбоохранным патрулем расторгнуты все договора с громадскими организациями, будь то УТМР, Общество военных охотников, либо какие-то там другие общества, для предоставления участков подведения любительского рыболовства. Соответственно, насколько я точно знаю, ни одна громадская организация таких участков не имеет. Соответственно, люди, которые там ловят, будь он член той организации, не будь он член той организации, он там может ловить рыбу только согласно загального коррестования. То есть 5 крючков, 3 килограмма и не более. Вот поэтому возникали вопросы иногда промысловики, которые стоят якобы в зоне любительского рыболовства. Вот я там видел где-то видео, да, по-моему, у вас была такая вот ситуация. Вот, учитывая то, что официальных любительских участков в данное время, особенно касаемо реки Турунчуки, Днестр, нету, соответственно, там имеют право рыбачить как любители, так и промысловики. С соблюдением норм закона. Ну, хорошо, вот я видел удостоверение человека, который в прошлом году заплатил очень серьезные деньги за то, чтобы получить удостоверение такое, и чтобы рыбачить, и рыбачить там на 10 крючков и иметь возможность вылавливать закона 5 килограмм рыбы. Что ж получается? Таких участков нет, и получается, что человек просто так заплатил деньги? Ну, это громадская организация, и быть членом этой организации, либо не быть, это сугубо личное дело каждого. Он хочет, платит, он является членом организации, хочет, не платит. Помимо того, что у них там могут быть, либо не быть, любительские участки, но мы определили, что их уже нет. Вот. Я знаю, что некоторые организации такие, как общество военных охотников, по-моему, Пивдани, они сейчас называются, база УТМР в Беляевке, они дают еще, предоставляют другие услуги, такие как парковка, аренда лодок. Вот. И для человека, который эти взносы там заплатил, является членом этой организации, для него аренда будет стоить гораздо дешевле, чем для человека, который просто приехал со стороны. Вот. Так же само с парковкой. Допустим, для члена будет парковка стоить 10 рублей, для другого члена, ну, нет, для нечлена она будет стоить там 30 гривен. Может, вот с этой целью люди оплачивают. Потому что ранее, да, до 2017 года действительно были закреплены участки. Почему эти договора не продлены, я не готов ответить, я не знаю. Но на данном этапе действительно этих участков нет. И человек ранее, когда он выезжал на любительский участок, который закреплен за определенной организацией, действительно мог ловить на 10 крючков, ловить 5 килограмм рыбы, но там было обязательное условие, но должен быть отловочный билет, подтверждающий о том, что он является членом организации. И именно отловочный билет давал право на этих участках отклоняться от общепринятых норм 5 крючков в 3 килограмма. Получается, что тот рыбак, который заплатил деньги за членский взнос и хочет ловить 5 килограмм, это он сделал бессмысленно. Получается так. Ну, на данном этапе, как сегодня эти вещи происходят, если он хочет ловить, ну, пока мы сможем только хотеть. Мы же не знаем, может завтра какая-то организация заключит договор, выделит себе участок для ведения любительского рыболовства или членами, и тогда он может воспользоваться своими преимуществами. Но в данном этапе этого нет. Понятно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok